Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна. И, как и обещала, сегодня я вам расскажу о солнцезащитных очках, которые у нас представлены как новинка в седьмом каталоге. Это солнцезащитные очки Эрика. Представлены они у нас в цвете золотистом и в цвете голубом. К сожалению, показать эти очки на себе я вам не смогу. Ситуация такая. Я поехала на пункт выдачи. Примерить платье из новинка пятого каталога. Оно мне наконец-то пришло. Вот такое вот длинное с перфорацией на рукавах. О нем я расскажу чуть позже в этом же видео. И мне тогда сразу пришли очки. Три пары. Я заказала себе и сестре вот такие синие зеркальные. Маме золотистые она захотела. В общем, я решила их сразу посмотреть, примерить, не выкупая. Ну, а там уже выкупить, если они понравятся. Ситуация такова. Трое очков. Все три пары пришли кривые. У одних даже чехол был криво сшит. Вообще приходят очки очень качественно запакованные. Полиэтиленовый пакет. В нем твердый чехол на молнии. Подочечник, да. Потом в этом чехле еще один полиэтиленовый пакетик. А вот в пакетике очки. Первое, что сразу бросилось, так скажем, в глаза, а точнее ударило в нос, это запах. Просто невыносимый запах вот какого-то дешевого китайского сырья, из которого изготовлены эти очки. Извините, это вонь. Это не запах, это не аромат, это вонь. Вот такое ощущение, знаете, что асфальт укладывают, каким-то гудроном пахнет. Вот примерно так. От всех трех пар. Я вам буду прикладывать фото этих очков и платье дальше видео, потому что вот так вот воочию не могу вам показать. Очки пришли кривые. Вот тут вот на переносице, в общем, вот эти вот дужки, да, вот они. Одна выше, другая ниже. И когда вы надеваете очки, у вас, естественно, одно зеркало выше, другое ниже. Вот на фото видно, но это не так заметно, в жизни это сильнее бросается в глаза. В общем, голубые очки, вот такие кривые пришли. Розовые очки пришли тоже кривые, но не настолько сильно. Но там другая проблема, они спадают с головы. Просто их надеваешь, да, и они сваливаются. Ты даже головой не можешь покрутить, они прям падают. Я не знаю, может быть, секрет у этих очков такой, чем кривее, тем лучше держится на голове, я не знаю. Ну и форма тоже очень такая специфическая. Не знаю, я вот сколько обзоров на YouTube видела. И на пункте выдачи мы там все примерили эти очки, ну так посмеялись грустным смехом, да. Никому форма не подошла. Очень странно. То есть тут вот на пол лица, ну это, конечно, на любителя. Но эти очки 600 рублей не стоят. Ну, это мое личное мнение. Даже с учетом кэшбэк мне они обошлись 445 рублей. 445 рублей они тоже не стоят, к сожалению. Вот так вот нас Фаберлик огорчил с очередными аксессуарами. Знаете, вот эти очки, они из серии... Вот я приехала на море, и мои очки сломались, в которых я хожу на пляж. И по дороге на пляж я захожу в палатку. Там много-много-много-много разных очков. И выбираю вот эти, потому что, ну, вроде ничего. Ну и стоят они, ну, рублей 200 максимум. Ну и в море утонут, как бы, не жалко. Вот это из этой серии. Но явно это такой вот прокол компании Фаберлик. Это не... Ну, этот товар не достой нашей компании. Все-таки наша компания пытается себя зарекомендовать. И часто у нее это получается как компания, производящая качественный товар. Но здесь нет, к сожалению. Если вы размышляете, попробуйте. Может быть, вам повезет. Но вот мне не повезло. Три пары, все кривые и вонючие. Как-то так. Также еще одно разочарование, к сожалению. Это долгожданное платье. Вот такое вот платьишко я заказывала. Длинное, с перфорацией на рукавах. Оно в чем, так скажем, недочеты. Да, давайте с минусов начнем. На мой рост 180, талия не на месте. Вот вы видите фотографию. Там еще такая проблема, что зеркало на пункте выдачи под наклоном находится. Поэтому нижняя часть кажется больше, чем она есть на самом деле. Как-то я, знаете, так быстренько сфотографировалась и убежала оттуда. В общем, талия не на месте, ее хочется отдернуть. Но это я бы могла еще пережить. Ладно. Знаете, главная проблема в чем? В том, что здесь у этого платья просто-напросто нет запаха. То есть, вот вы видите, какой разрез. То есть, в этом платье можно красиво стоять возле подъезда в безветренную погоду. Если чуть дунет ветер, платье, ткань очень легкая. И она действительно как парус, вот это платье, поднимется. И вы полетите навстречу приключениям. Нужно вам это или не нужно? В общем, ткань хлопок. Это платье идет в размер. Вы его просто не ощущаете на себе. Оно удобное. Оно легкое. Оно нигде не давит. Оно нигде не жмет. Оно прекрасно садится. Ну, это просто действительно халат. Вы его не ощущаете. Этот халат, он очень комфортный. На талии запах. Вот эти вот веревки. Больше никаких закреплений нет. То есть, чуть дунет ветер, чуть вы наклонитесь вперед. Все, у вас все нижнее белье будет на виду. Но я думаю, мало кому это захочется видеть. Также, за счет того, что это стопроцентный хлопок, ткань не ложится вот тут вот на груди. У меня торчит вот так вот. Видно белье. Ну, то есть, это некрасиво. При том, что, в принципе, платье мне по размеру подошло. Но вот здесь вот оно не ложится. Как-то. Если пробовать сильнее сделать запах и затянуть, то все выточки на спине, они просто перекашиваются и смотрится вообще некрасиво это платье. В общем, как вариант для пляжного платья. Да. Но за 4000 пляжное платье, я думаю, не каждый из нас может себе позволить. Да и к тому же оно хлопковое. Вы придете на пляж, сложите его в сумку, достанете. Оно будет вот такое вот. Все скомканное. Очень красиво лежат рукава. Здесь тоненькая резиночка на рукавах. Очень красиво выполнены рукава. Вот это шитье, кружево. Ну, здорово. Но отказ. Я не стала рисковать вот такое вот платье-разлетайку покупать. И я не стала покупать его так же, потому что у меня талия не на месте. Я себя некомфортно чувствую. В общем, вот такие вот разочарования. Это, повторяюсь, да, мое сугубо личное мнение. Но вот это платье, к сожалению, я очень долго его ждала. И, к сожалению, оно ушло. Я с ним попрощалась. И вот эти вот солнцезащитные очки также не подошли. Я тоже им сказала пока-пока. Возможно, вам они подойдут. По исполнению в плане того, что, вот, например, не зеркала поцарапаны или еще что-то этого нет. Но вот розовые очки, например, вот я кадр сейчас покажу. Они, когда дужки складываешь, они даже не закрываются как надо. Ну, в общем, вообще разгром полный. Вообще нет. Ну, и вот это платье, к сожалению, тоже мне не подошло. Так бывает, ничего страшного. Выбор большой. Будем смотреть, будем покупать что-то другое. Фабрелик, в принципе, меня обычно радует. Я, наверное, в первый раз отказалась от вещи, потому что она вот как-то на мне не села или как-то вот мне не понравилось исполнение. Был бы поглубже запах, я бы купила это платье. Но, к сожалению, нет. На этом у меня все. Надеюсь, мой отзыв был вам полезен и предостерег от возможных нежелательных будущих покупок. Подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте и вся информация под видео. Буду рада вашим лайкам. До свидания. До новых встреч.